Как решать логические задачи? В соревнованиях по бегу участвовали 5 спортсменов. Андрей не смог занять первое место. Бориса обогнал не только Виктор, но и еще один спортсмен, отставший от Виктора. Григорий достиг финиша не первым, но и не последним. Дмитрий финишировал сразу вслед за Андреем. Кто какое место занял в соревнованиях? Как обычно перед просмотром, жмите паузу, пробуйте решить. Логические задачи такого типа быстрее всего решать с помощью таблицы. В данном случае, так как мы имеем 5 участников соревнований, таблица должна будет содержать 5 рабочих строк и 5 рабочих столбцов. Каждой из 5 рабочих строк будет соответствовать один из участников. Андрей, Борис, Виктор, Григорий и Дмитрий. В рабочих столбцах покажем место, которое каждый из участников занял в соревнованиях. То есть первое место, второе, третье, четвертое или пятое. При заполнении таблицы плюсы будем ставить, если строки и столбцы соответствуют друг другу. Ну и соответственно минусы, если строки и столбцы несовместимы. По условию Андрей не смог занять первое место. То есть на пересечении Андрея с первым местом ставим знак минус. Бориса обогнал не только Виктор, но и еще один спортсмен, отставший от Виктора. Из этого предложения можно сделать вывод, что Бориса обогнали ровно два человека. А это значит уже точно, Борис занял в соревнованиях третье место. На пересечении Бориса с третьим местом пишем знак плюс. Из этого же предложения можно сделать вывод, что Виктор и еще один спортсмен, который обогнали Бориса, заняли первое и второе место. И так как неизвестный на данном этапе спортсмен отстал от Виктора, значит уже точно Виктор занял первое место. То есть на пересечении Виктора с первым местом пишем знак плюс. Так как первое место может занять только один человек, в оставшихся клетках первого рабочего столбца пишем минусы. И то же самое с третьим местом. То есть в оставшихся клетках третьего столбца пишем минусы. То же самое делаем со строками. Так как каждый из участников может занять только одно место. Например, в данном случае Виктор занял первое место, то второго, третьего, четвертого и пятого места он уже не займет. И то же самое с Борисом. Так как он занял третье место, то первое, второе, четвертое и пятое место он уже не займет. Читаем дальше. Григорий достиг финиша не первым, но и не последним. То есть на пересечении Григория с первым и с последним пятым местом будут стоять минусы. Идем дальше. Дмитрий финишировал сразу вслед за Андреем. Первым Андрей финишировать не может, потому что первый Виктор. Предположим, что Андрей второй, но тогда Дмитрий должен быть третьим, а третий у нас Борис. То есть финишировать вторым Андрей тоже не может. Но если Андрей не может быть первым, вторым или третьим, значит уже точно Андрей четвертый. Рисуем на пересечении Андрея с четвертым местом знак плюс. Но тогда Дмитрий будет пятым. Если Андрей четвертый, то в первой строке все оставшиеся клетки будут с минусом, и в четвертом столбце все оставшиеся клетки также будут с минусом. Аналогично дополняем минусами пустые клетки пятой строки и пятого столбца. И в итоге у нас остается только одна пустая клетка для Григория. То есть Григорий занимает второе место. Итак, Виктор прибежал первым, второй Григорий, третий Борис, четвертый Андрей и пятый Дмитрий. Задача решена. Кто разобрался, ставьте лайк, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал.